Бабуль, бабуль, они меня обижают, бабуль, пошли разбираться, да, бабуль, да, они обижают меня, пошли, пошли, его зовут Андрей, и вот меня обижает, вот Андрей, вот Андрей, вот Андрей, спасибо, бабуль, спасибо, можно я тебя обниму? Бабуль, ну давай без этого, у меня уже очко болит от этих игр. Бабуля, слушай, это чисто для меня теперь персонаж бабуля, бабуль, я пошел домой домашку делать, сказать маме, что ты будешь к семи, ладно, не буду говорить, ай, блин, больно, бабуль, ну не осуждай. Я в машину! И всем привет, друзьям, и пацанам ютуба у микрофона Максимус, и в сегодняшнем обсуждении мне бы хотелось рассказать вам о довольно интересном кроссовере между такими проектами, как Dead by Daylight и Resident Evil. 25 мая в игре появился публичный тестовый билд, позволяющий игрокам поиграть на новых выживших в лице Леона и Джилл, а также опробовать нового маньяка, известного нам как Немезис. Ко всему прочему, в ПТВ появилась новая карта из Resident Evil 2, а именно полицейский участок Раккун Сити. Само дополнение появится в полной версии игры с 15 июня, однако уже сейчас мы можем сказать о том, какие новые фишки и навыки будут добавлены как для выживших, так и для маньяков. Сегодня я расскажу вам обо всех деталях дополнения и о том, как сильно новые элементы будут влиять на основной геймплей ДБД. Так что обязательно поддержите меня своими лайками и не забудьте поделиться роликом со своими друзьями. Поехали! Итак, в сегодняшнем видеоролике я расскажу вам обо всех деталях кроссовера между Dead by Daylight и Resident Evil, также высказав свое мнение и впечатление от данного дополнения. Сразу хотелось бы сказать, что это видео является первым роликом по ДБД, которое появится на моем канале. Я уже довольно долгое время готовлю материал для разбора сюжета данной игры, однако сейчас появилась небольшая возможность не только рассказать о дополнении, но и взглянуть на то, насколько сильно вам понравится подобная тематика. Если хотите увидеть больше видео разборов по Dead by Daylight, ставьте лайки, пишите комментарии и репостите этот ролик в своих соцсетях. Заранее хочу побудрить своего товарища и коллегу Вульфа Амласа за помощью в разборе данного кроссовера. Ссылка на его канал будет находиться в описании. Ну а теперь приступим к разбору. Как я уже сказал в начале, дополнение добавляет двух новых выживших из серии игр Resident Evil, известных нам, как Леон Скотт Кеннеди и Джилл Валентайн. Основные перки Леона это стиснут зубы, световая граната и дух новичка. Персонаж рассчитан на стелс и починку генераторов, что делает его более уязвимым для маньяка. Джилл же имеет среди своих навыков противодействия, поправку и мину. Ее перки рассчитаны на игру в роли поддержки, поскольку непосредственное влияние идет либо на обнаружение тотемов, либо же на повышение прогресса лечения. Как же эти навыки работают в самой игре? Перк Леона, а именно стиснув зубы, практически полностью заглушает болевые стоны, а неудачная проверка реакции лишь уменьшает прогресс лечения, не давая при этом уведомления маньяку. Световая граната дает возможность создать данный предмет, зайдя в шкаф без имеющегося уже айтема. После его создания в вашей руке появится флешка, которая позволяет оглушить убийцу, если тот начнет за вами погоню. Ну а дух новичка раскрывает вам ауру генераторов, которые находятся в состоянии регрессии. Перк активируется после удачного выполнения определенного количества реакций. Хоть я и сказал, что Леон рассчитан на стелс и починку генераторов, не стоит забывать о перестановке билдов, поскольку определенные навыки самого игрока делают перки Кеннеди просто бесполезными, либо же неудобными в соотношении с другими способностями. Теперь поговорим про особенности Джилл. Один из ее основных перков, а именно Противостояние, позволяет очищать тотема на 20% быстрее, после чего вам на 4 секунды открывается аура самого дальнего тотема, и дается бонус к ускоренной очистке. Бонус может суммироваться. Второй же перк Поправка дает вам 50% прогресс увлечения, сразу же после того, как вы сняли с крюка, будь то своими силами, или же с помощью сокомандника. Но и одним из самых полезных и используемых навыков является мина, которую можно установить после достижения определенного прогресса починки. Когда маньяк начнет ломать этот самый ген, произойдет вспышка, которая его ослепит и оглушит. От себя скажу, что довольно полезными перками являются мина, световая граната и дух новичка. Последний очень удобен в плане обнаружения регрессирующих генераторов, что также влияет на сам геймплей. Противодействие тоже довольно полезный перк, но его важность зависит как от карты, так и от спавна самих тотемов. Он будет довольно решающим на огромных локациях, либо если у маньяка есть навыки, напрямую связанные с порчей. В общем, экспериментируйте и тестируйте определенные билды. Если также затрагивать тему персонажей, то не исключается вероятность появления скинов, прямо отсылающих нас на прошлые части Resident Evil. Я уверен, что многие из вас захотят увидеть Леона в его знаменитом образе из четвертой части. Еще можно добавить, что в публичном тестовом билде отсутствовали истории персонажей, которые могли бы кратко ознакомить игроков с их оригинальной историей. Возможно, впоследствии это добавят, однако сам факт появления Леона и Джилл в сюжетной линии ДВД оставляет очень много вопросов. Если вам будет интересно послушать мои рассуждения по поводу данной детали, то обязательно поставьте лайк. Ваш актив поможет мне понять, стоит ли разбирать весь сюжет Dead by Daylight, и то, как персонажи многих известных франшиз смогли оказаться в петле сущности. Ну а что же касается Немезиса? Его основной силой является Т-Вирус, проявляющий себя в виде двух особых навыков. Первый представляет собой атаку щупальцем, с помощью которого Немезис способен заражать выживших, наносить урон уже зараженным, а также уничтожать палетки. Все зависит от уровня мутации, накапливаемой по мере использования этой способности. Второй особой деталью является появление зомби по игровой локации. Они также могут заражать выживших и наносить им урон. Их можно уничтожить палеткой, если вы играете за сурвов, либо же применить на них атаку щупальцем, играя за Немезиса. Это позволит вам поднять уровень мутаций, который также влияет на некоторые игровые показатели. Также если вы являетесь зараженным выжившим, то лекарством будет выступать вакцина, которая находится в ящиках, расположенных по всей игровой локации. Однако главная проблема состоит в том, что вакцина ограничена, поэтому во время игры нужно правильно расставлять приоритеты и понимать, когда и кому эта вакцина будет куда более нужнее. Ну а теперь перейдем к перкам. Основными навыками Немезиса выступают преследователь убийца, истерия и подрыв. Первый перк дает вам возможность увидеть ауры всех выживших в начале матча. Время будет зависеть от прокаченности навыка на вашем маньяке. Перк истерия позволяет наложить на всех раненых выживших эффект забывчивость на определенное количество секунд, после того, как вы раните полностью здорового сюрва. Время перезарядки навыка также варьируется от его прокачки. Перк подрыв является немного видоизмененным аналогом перка демогаргона, а именно выброс. Работает он следующим образом. После того, как вы повредите генератор, он начнет подсвечиваться желтым. Доведя любого выжившего до предсмертного состояния базовой атакой, каждый поврежденный вами ген взрывается, теряя определенный процент прогресса починки, после чего аура пропадает. Если кто-то из выживших в этот момент чинит поврежденный генератор, взрыв спровоцирует крик и наложит на сюрва эффект обездвиживание. Если данный перк прокачан у вас на максимальный уровень, эффект будет держаться 14 секунд, а на перезарядку потребуется полторы минуты. Не могу сказать, что у Немезиса присутствуют довольно полезные навыки, ведь, как я уже сказал, все зависит от вашего билда и того, какой стиль игры вы предпочитаете. Если вы уже успели опробовать данные перки, напишите в комментариях ваши билды и то, как вы применяли их в матчах, будет интересно ознакомиться с вашим опытом. Что можно же сказать про карту из дополнения? Все вы уже знаете, что на ловой локации будет выступать полицейский участок Ракон Сити, который мы могли наблюдать в ремейке второй части Resident Evil. Сама карта имеет не так много отсылок или же особенностей. Я ожидал чего-то наподобие секретов, которые мы могли активировать на локации начальной школы Мидвича, которая присутствовала во всеми известной игре под названием Silent Hill. Да, полицейский участок довольно интересен, однако основным минусом можно назвать ее закрытость. Это усложняет игру как для выживших, так и для маньяка, но даже учитывая это, карта мне довольно сильно понравилась. Возможно, в полном релизном дополнении нас будут ждать секреты, которые мы не могли найти в публичном тестовом билде. Также скажу от себя, что локация полицейского участка выглядит очень красиво. Пока что мне сложно описать причины, по которой мне понравилась эта локация, но могу сказать сразу, что я действительно хочу приобрести данное DLC. Это даже не ради персонажей или карты. Я хочу поддержать разработчиков, потому что они действительно постарались и смогли передать ту атмосферу Resident Evil, в которую интересно возвращаться из раза в раз. Напишите в комментариях, что вы думаете по поводу этого дополнения и, конечно же, не забывайте про лайки. Это очень сильно влияет на мою мотивацию и на скорость выхода всех новых роликов. Еще раз хочу поблагодарить своего коллегу Вульфа за помощь в разборе DLC, а вам хочу сказать спасибо за просмотр данного видео. Обязательно подписывайтесь на мой канал и заглядывайте в описание, где находятся ссылки на мои соцсети, на группу ВКонтакте и на сборники видеороликов по различным интересным видеоиграм. Ну а у микрофона был Максимус, всем желаю хорошего настроения и приятных летних деньков. Всем пока! Братан! Братан! Дай кулачок! Давай кулачок! Нет! Только не своего маленького дружка! Засунь его назад! Я понимаю, что у вас с генетикой стало что-то не так, но маленького дружка припрячь в своем рукаве! О-о-о! Субтитры сделал DimaTorzok